И вернемся к главной теме этого дня. Российская сборная отстранена от участия в зимних играх 2018 года. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете. Выступить на главных соревнованиях планеты есть возможность только у тех спортсменов страны, которые не были замечены в нарушении антидопинговых правил. И то с одним большим условием под нейтральным флагом. Кого в Иркутской области поставили перед таким нелегким выбором, узнаете в следующем материале. Выйти с трибуны элементарно. Как выйти из ситуации? На тему предстоящих олимпийских игр и российского в них участия рассуждает Ольга Курбан. Она руководитель Иркутского спорткомплекса «Труд». В недавнем прошлом участница главных игр четырехлетия. Пытается представить выбор – выступать за страну или за саму себя. Если бы мне предложили выступать под нейтральным флагом, то как профессиональная спортсменка я бы согласилась. Поясню почему. Потому что век спортсмена очень недолгий. Это иногда 4, иногда 8, иногда максимум 12 лет профессиональной деятельности. И пропустить возможность выступления на одной олимпиаде – это, может быть, стоит вообще всей карьеры. Карьера под вопросом сейчас сразу у нескольких спортсменов Иркутской области. Кандидатов на поездку в корейский Пхенчхан как минимум трое. Их навскидку называет спортивный обозреватель Ника Песчинская. Очень высокие результаты показывает наш бобслиист Александр Касьянов. Тем более, это не просто бобслиист, а пилот. Это, скажем так, самый главный человек. И также Максим Белугин разгоняющий. И они имеют очень высокие шансы на медали. Даже на медали самой высокой опроби. Но еще одна девушка, бывшая легкоатлетка Анастасия Кочержова. Также у нее достаточно хорошие результаты. Спортсмены, чистые люди, которые ни в чем не виноваты. Им никто не запрещает ехать на олимпиаду. Они заслужили полное право. Они работали, они готовились. Подготовку к олимпиаде никто из вышеперечисленных кандидатов не прекращает. В Иркутске уже ждут звезд бобслия. Здесь откроет свои двери специальная база. Для тренировок нашей команды и прохождения акклиматизации перед играми. В региональном министерстве спорта считают, что ясность в ситуацию с участием или не участием наших в Олимпиаде внесет федеральное правительство через неделю. Что касается окончательного решения, 12 числа, как было объявлено Жуковым, состоится расширенное заседание Олимпийского совета России. Где, наверное, все-таки, не наверное, а конкретно должно быть принято решение. Будет или не будет вообще в принципе выступать наша команда на Олимпийских играх. Я так понимаю, что здесь все-таки никак нам не уйти от политики. И здесь это решение будет принято 12 декабря. В этот день станет ясно, едет ли кто-то от России, под каким флагом и за чей счет. И главное, превратится ли ситуация из унижения в испытание, которое нужно пройти с честью. Лада Рыбакова, Владимир Пинаев, Новости по будням.